Радио Бонен-Ново Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! На волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей. Даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Моя боль, моя молитва, как финал. Если время — это битва, я проиграл. Я в тебе открывал глубину чистоты. Я, наверное, опоздал, только вовремя ты. Знаешь, крик мой, знаешь, шепот наизусть. Мои слезы и мой ропот, их боюсь. Я в тебе открывал глубину чистоты. Я, наверное, опоздал, только вовремя ты. Шаг, лёд, мой ход, душа идёт к тебе, к тебе поёт. Ведь из огня твоя рука спасла меня. Шаг, лёд, полёт, ты мой восход, мой бог высот. Пусть навсегда твоя любовь моя звезда. Я измеряю небесами все шаги. Окружили голосами меня враги. Но я в тебе открывал глубину чистоты. И, наверное, опоздал, если б не ты. Знаешь, крик мой, знаешь, шепот наизусть. Мои слезы и мой ропот, их боюсь. Я в тебе открывал глубину чистоты. Я, наверное, опоздал, только вовремя ты. Шаг, лёд, мой ход, душа идёт к тебе, к тебе поёт. Верь, из огня твоя рука спасла меня. Шаг, лёд, полёт, ты мой восход, мой бог высот. Пусть навсегда твоя любовь моя звезда. Но я в тебе открывал глубину чистоты. И, наверное, б опоздал, если б не ты. Шаг, лёд, мой ход, душа идёт к тебе, к тебе поёт. Верь, из огня твоя рука спасла меня. Шаг, лёд, полёт, ты мой восход, мой бог высот. Пусть навсегда твоя любовь моя звезда. Кто-то сравнил жизнь с дорогой, скрытой тяжёлым занавесом. Этот занавес открывается перед нами, но каждый раз лишь на шаг. Никто не знает, что скрыто за ним. Никто не знает, какие события ворвутся в нашу жизнь на следующий день или в следующий час. Иногда из-за занавеса появляются события, которые мы ожидали увидеть. Но чаще всего происшествия застают нас врасплох. Когда происшедшее полностью противоречит нашим желаниям, сердце наполняется тревогой, отчаянием и болью. Раньше или позже каждому из нас приходится испытать горе, пережить большую или малую беду. Задумывались ли вы над тем, сколько горя и страданий испытывают люди? Беды и неприятности порождают боль и тревогу. Бывает неожиданная, опустошающая, разрушительная боль. Бывают неприходящие, постоянные страдания, которые, кажется, посланы для того, чтобы медленно убивать наш дух. У верующих людей нет иммунитета к боли. Более того, создается впечатление, что их боль сильнее, интенсивнее, необъяснимее, чем у неверующих. Кажется, что такая боль оставляет не просто след, а глубокую борозду. Но дело не только в наших собственных бедах. Писание нас призывает носить бремена друг друга, бремена родственников или друзей, попавших в беду. Но как носить, если их бремя, как тяжелая гора, которую не сдвинуть с места? Как носить, когда нет никакой веры в лучшее ни у тебя, ни у брата? Как носить, если горе ближнего пожизненное? Ты понимаешь, что ничего сделать нельзя, и руки опускаются. Об этом рассказ размышления Владимира Повара «Я хочу жить». Земные пути временно пересекают горные полосы боли и печали, которые человеку не обойти и не перепрыгнуть. Их возможно лишь пережить, перетерпеть, перебороть. В такие минуты многие из нас остаются наедине со своим отчаянием и печалью. И почему-то среди этого мрака нет людей, способных подставить плечо под эту ношу. Наоборот, такого человека понемногу сдают родные и друзья. Отходя в привычные будни, покидают его на дороге одного, оставленного на растерзание. Но этот рассказ оптимистичен. Здесь речь пойдет о двоих. Их судьбы пересеклись в критический момент и высекли искры сочувствия и доброты. Известие о несчастье, которое постигла Настью, не опечалило Максима. Не затронуло его сердце. Ведь они не были знакомы. У Насти квартировала его сестра, когда училась в областном центре. Помнится лишь удивление. Молодая и вот такая болезнь. И в скорости обо всем забыл. У каждого своя жизнь, свои дороги. Но через некоторое время мама сказала. Настя умирает. Мы хоть и мало ее знали, но наша Галя жила у нее. Нужно бы проведать, поддержать. Словом, поехали. К тому времени Настя жила в одном из сел соседней области. По дороге думал себе. Почему так бывает с человеком? Долгое время личная жизнь не складывалась. Лишь в 30 вышла замуж. Казалось бы, живи да радуйся, расти детей. Да нет, не все так просто. От таких посещений не ждешь приятных удивлений. Готовишь себя к наихудшему. Но то, что они увидели там, болью отдалось в сердце. В запущенном сельском доме им пришлось встретить страх, безнадежность и густой до тошноты смрад запущенных пролежней ран. Она лежала в кровати, измученная болью и отчаянием, невидящими, полуоткрытыми глазами смотрела куда-то в потолок. Им предложили присесть. Максим растерялся. Как себя вести в такой ситуации, когда тебе лишь 22 и мир видишь в розовом свете? Наверное, нужно было бы понайти, спросить о здоровье, поддержать, спеть псалом. Но он словно прирос к лавке и как загипнотизированный смотрел в тот страшный угол. Мама уже говорила что-то рассудительное и полезное. Старшие они все знают. К умирающей подходили старицы, заглядывали в глаза и спрашивали, «Ты еще не умерла?» А в углу около печи, в тупом ожидании скоропостижного конца, сидел на стуле очень старый глухой дед. Настя молчала. Сквозь сознание медленно кто-то тянул мысли. «Еще пришли какие-то люди. Сначала приходили чаще, а теперь лишь изредка. Махнут рукой, ведь должна была уже умереть. А видите, живу. Да и эти ничем не помогут. Посидят и уйдут». Хотя где-то там, в глубине души, еще жила надежда, ожидала какое-то чудо, как в том пепле. Сверху влажное и неживое, а толкнешь, бывало, палкой или ногой. Тлеет слабый уголек. И тот парень на лавочке сидит, сутурившись и замер. Разве он может знать всю глубину моего отчаяния? Разве он видел ту грань, за которой рушится жизнь? И что этой женщине до меня? Крепись. Такая твоя судьба. Все в руках Божьих. Говорит, потому что так надо. Но лучше бы молчал. Все «нет вам дела до меня». Поговорят и уйдут. Отмахнутся, как от надоедливой мухи. И правда, как та муха, словно я в паутине. Закружена, запутана. Нет уже с ней разговаривать. Господь. Господь мой, почему же ты молчишь? Неужели ты не видишь, что я никому не нужна? С тех пор много воды вытекло. Но все, что происходило тогда, отпечаталось в сознании Максима навсегда. В глубине его души начал зарождаться мысль, которая отдавала в висках. Может, она и не будет жить. Но умереть она должна как человек, как христианка, окруженная заботой и любовью. Настя была в полусознании. Как медленно тянется время. Как медленно тянется время. Когда дышалась на полную грудь, и так хотелось жить. И если не станет овец в загоне, петь, то пели. Но разве думал кто, что это может коснуться именно меня? Коснулась. Скрутила, словно веревкой обмотала. Высосала, умертвила. И почему именно я? Разве я самая плохая? В чем, Господи, мой беззаконник? Да, я знаю, что я недобрая. Такая, как все. Или не боролась я, не изнемогала. Неужели думала о себе больше, нежели была на самом деле. И в сердце своем, Господи, ты знаешь, чувствовала себя плохом. Самой последней среди твоих детей. И надеялась лишь на тебя, на твое милосердие. И за что мне это? Не отнято еще дыхание от уст. А я словно уж похоронена. Еще жива, а как бы труп. Живой труп. Все оставили меня. И муж. Всем стала мешать. Когда закопают, тогда вздохнут. Так и лучше. Ничто уже не держит меня здесь. Если бы упасть в бессознательность, заснуть и не проснуться. А лучше бы не появляться в этом мире. И если бы так можно. Страшно. Страшно. Страх парализовывает. Пора в дорогу. А я не чувствую тебя, Господи. Одна как перст. Жутко. И кто бы взял меня за руку? Иисус, Иисус, где ты? Смилуйся. Протяни ко мне свою руку. Нет. Нет никого рядом. Громогласная пустота. Пусто. Светильник мой угас. Через неделю Максим вернулся в то село. Не сам. Вместе с братом во Христе. Николай согласился транспортировать больную своей машиной в областной центр. И не только. Ныне он был единомышленником, соучастником. Максим поделился с ним своими мыслями, переживаниями, намерениями. И спросил, веришь ли ты, что Господь может вылечить эту запущенную душу? И он ответил. Верю. Если бы ты знал, дорогой мой брат, мой верный друг, насколько я благодарный тебе за то, что ты не оставил меня одного в этой непосильной борьбе. Ибо сам бы я не смог. Слишком тяжелая ноша. Кроме тебя никто не понял, не поддержал меня. Все были категоричны, безнадежный случай. И искал Господь человека, который стал бы в проломе. Легко об этом читать, учить кого-то. Но кто знает, что это за пролом? И кто стоял там? Под сильными ветрами, под насмешками и непониманием своих же во Христе. Чудак, наивный простак. И что он думает о себе? И правда. Сердце разделялось от неуверенности и сомнений. Очень сильно хотелось отступить и навсегда забыть эту женщину. Такая ее судьба. Господь, если это Ты удерживаешь меня в этом проломе, с которого я сколько раз хотел в ужасе убежать, если это Ты, Господь, то соверши чудо. Дай силу и мудрость, ибо я не знаю, как вести себя в этой семье с этой женщиной. И Ты, мой брат, притих, словно прикипел к рулю. Может, и Ты ныне считаешь меня самоуверенным авантюристом? Думаешь, как посмотрим тем людям в глаза? Да, они все же не понимали нас. Ни она, ни ее родные. Если бы приехал кто-то уважаемый, то тогда бы... Она настолько измучилась в своей беде, что вера их ослабла, покрылась илом, стала бессильной. До этого я не знал, что горе способно парализовать, отдалять душу от Бога. Думал, что такие испытания лишь очищают, закаляют. Зачем это вам? Дайте ей умереть! Настин муж отводит глаза, в которых пустота и какая-то фатальная упрямость. Еще есть миг, чтобы отступить. Еще есть. Несколько шагов, несколько слов и будет поздно. Когда решал, сердце горело. Да, а сейчас... И зачем это было мне? Неужели согласиться с ними? Сказать, ну что, хорошо, Господь с вами, прощайте. Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит, всплыл в сознании стих из Библии. И словно шелуха спала с глаз. Это не моя борьба, а Господа. Внешне все выглядело как обычно. Двое юношей разложили в легковушки сиденья, наложили туда соломы, по-другому и нельзя было, загрузили больную. Все, отступать было некуда. Дед замер возле ворот. Столетний дед. Что он думает себе? И ты не понимаешь нас, древний брат. Не понимаешь, как больно всегда отступать. Тогда капля за каплей покидает душу та первая любовь, без которой все другое — суета. Настя старалась не стонать, хоть было больно и стыдно. От жгучего стыда даже голова закружилась. А к ежедневной боли она давно привыкла. Стыдно за себя, за свое запущенное тело, за своего мужа. Другие и живут, и умирают достойно, когда жизнь — Христос, а смерть — приобретение. А она... Ну и пускай. Разве не все равно, день или ночь, жизнь или смерть? Дорога в никуда. Молочная неизвестность свинцом вливается в мозг. Что-то спрашивают? Пусть спрашивают. Она закроет глаза и будет спать до смерти. Поехали. Помнится, в дороге стрельнуло колесо, и машина слетела куда-то в кувет. Слышала, как удивлялись. Только Господь нас нынче сохранил. Слышала, как молились, как ревностно благодарили его. Молчала. Что ей до того? Разве не лучше было бы в неожиданности погибнуть здесь? С их слов понимала, что везут ее к Максиму домой. А дальше что? Куда податься? Об этом не хочется даже думать. Ибо вокруг нет выхода. Вокруг тупик. И она, как тот неподъемный и гадкий груз, который невозможно сдвинуть со своего места. Когда приехали, занесли в дом, он попросил у своей бабушки. Бабушка, покупай сестру. И столько было в той просьбе отчаяния и печали, что душа ее вскрикнула и проснулась. Настя неожиданно осознала весь трагизм поступка Максима. Увидела рядом, казалось бы, несовместимые вещи. Детскую беспомощность и невиданную отвагу и решимость. Поняла всю глубину его отношений с Господом. И уже не переживала о себе. В какой-то миг ее беда стала совсем далекой и незначащей, когда рядом еще остались христиане, способные на такую жертвенность. В ее угнетенную душу уже врывались слова молитвы. Настя рассказала Господу о своей наготе и слепоте. И благословляла брата каждой пропитанной болью клеточкой, с удивлением и радостью замечая, как плавится и начинает трепетать перед Господом ее сердце. Давно забытое чувство Божьего присутствия накатывалось, окружало душу, огненными ручьяками пульсировало в ее теле. Господь был настолько близок, что, казалось, и слова стали пустыми и ненужными, и лишь шепот. До этого Максим думал лишь об одном. Как бы Бог дал силы и мудрости окружить больную заботой, чтобы она, может быть, напоследок почувствовала теплоту христианских отношений, чтобы не оставляла душа этот мир разочарованная в Господе. Нынче что-то изменилось. Бабушка обмывала Настю, Максим, сидя в соседней комнате, прислушивался к рыданиям молодой женщины, к ее горячей молитве. И тот плач был для него наилучшей музыкой, ибо он уже понял, что это были слезы восстановления отношений с Господом, слезы от присутствия Сына Божьего. Максим упал на колени. «Отче мой, ты видишь, какой я слабый, видишь мою тревогу и терзание, и слабость моей веры. Ты знаешь все. Перед тобой открыта и эта душа. И я тебя прошу во имя моего Господа Иисуса Христа совершить чудо, о котором в Слове Твоем написано немало, чтобы я мог и в радости, и в скорби свидетельствовать о милости Твоей каждому, говорить «Жив Господь!» и я пережил это сам. Много лет прошло с тех пор. Изменился мир, а вместе с ним, к сожалению, и христиане. Но в сознании Максима та борьба Господня, в которой он принял участие, остается до сих пор свежей, как открытая рана. Вспоминаются обстоятельства, тогда на удивление способствовавшие им. И в скорости Насте удалось положить в областную больницу, где нашелся доктор-христианин-хирург, который прооперировал больную. Максим с Николаем часто посещали ее. Но настал день, когда Максим спешил к Насте с особенной радостью. Он как ныне слышит то пророчество, которое было к нему на одном из богослужений. Пусть сама избирает, остаться на этой земле или отойти в вечность. Она сказала, «Я хочу жить». В Калифорнии в хрустальном соборе Гарден-Гроу находится каменная статуя библейского праведника Иова. Скандинавский скульптор изобразил Иова в приступе мучительной боли. Художник или скульптор, отображая жизнь, не может использовать кинокамеру. Его творение безмолвно застыло во времени. И цель его — передать сущность героя, запечатлев его в момент полный смысла и содержания. Внизу на постаменте выбиты слова. «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться». Ответом на вопрос, почему я страдаю, является сам Бог. Иногда Иов колебался в вере, но она никогда не умирала. Он скорбел, он плакал, он протестовал, он вопрошал, он даже проклял день своего рождения. Но он цеплялся за единственную свою надежду — веру в Бога. Временами она почти выскальзывала из пальцев, но он держался. Он проклял себя, он упрекнул свою жену, но ни разу он не проклял Бога. Иов взывал к Богу. Ему нужен был ответ. В отчаянии хотел он знать, почему призван вынести такие страдания. И в конце концов, из бури Бог отвечает ему, но не так, как он ожидал. Бог не объясняет причин его несчастья. Он не открывает ему свои тайные намерения. Единственный ответ, который получил Иов — явление самого Бога. Словно Бог сказал, «Иов, я твой ответ». Не в намерение Божье должен был поверить Иов, а в личность, в Бога могущественного, мудрого и доброго. Словно Бог сказал, «Познай меня, и если ты узнаешь меня, ты узнаешь достаточно». Богу было нужно, чтобы Иов поверил без доказательств. И такая вера не слепа. Знание природы Божьей освещает все, что она видит. Если бы Бог никогда не открывал нам себя и при этом требовал от нас веры, мы были бы должны поверить вслепую, то есть прыгнуть в ужасную бездну тьмы. Когда Иов восклицает, «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться», мы видим, что хотя его знание Бога и ограничено, оно все же глубоко. Он достаточно знает о Боге, чтобы понимать, что Бог заслуживает доверия, то есть Бог надежен. Бог заслужил, чтобы в Него верили. Он достоин доверия. Чем больше понимаешь, насколько Он совершенен, тем больше надеешься на Него. Только надежда на Христа помогает сохранять силы в горе и в унынии. У наших душ есть надежный якорь, и Он в том, кто пришел перед нами и победил. Когда приходит грусть, и на душе зима, Тебе помолюсь, и ты поймешь меня. Когда останусь я один на всей земле, И все уйдут, друзья, я помолюсь Тебе. Ведь ты остаешься со мной. Ты остаешься со мной. Ты исцелишь и укрепишь. Ты остаешься со мной. В Тебе, мой Иисус, В молитве я лечу. В Тебе одном покой И мир найти хочу. И знаю я, мой Бог, Ты сохранишь путь мой. И я не одинок, Ведь ты всегда со мной. Ведь ты остаешься со мной. Ты остаешься со мной. Ты исцелишь и укрепишь. Ты остаешься со мной. 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 В эфире детская передача «Девятьсот секунд». Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Мы очень рады снова приветствовать вас. Здравствуйте, Аня. Привет, Андрюша. Что-то ты выглядишь как-то испуганно. Аня, я боюсь встретить Скорпиона. Скорпиона? У нас? Нет, не здесь. Я скоро еду на море. Там будет песок. Мы можем пойти в пустыню, а там они точно живут. А, теперь я поняла. А, но на самом деле я думаю, что его тебе тоже не стоит бояться. У меня есть предложение. А что, если нам с ним познакомиться сейчас, не дожидаясь, пока ты поедешь на море? О, нет, я боюсь. Ну, разве что вы пойдете впереди меня. Как никогда, мы вперед. Хорошо, договорились. Тогда я побежал за рюкзаком. Давай скорее. Ой, как здесь жарко и сухо. Ух, и как здесь живет это чудовище. Аня, а где его дом? Далеко нам еще идти? Нет, Андрюша. Видишь, вон тот камень. Я думаю, что он живет за ним. Сейчас посмотрим. Как мне страшно. Тшшш. Я его вижу. Вернее, его лапку. Здравствуйте, господин Скорпион. Кто там ко мне пришел в гости? Здравствуйте, здравствуйте. Поберегитесь. Близко не подходите. Здравствуйте. Господин Скорпион, вы же на самом деле не такой страшный, каким хотите казаться. Расскажите нам, пожалуйста, о себе, о своем оружии, которое очень ядовито, из-за чего вас все боятся. Ну, хорошо, уговорили. Я хоть и не особо люблю выходить из дома и с кем-то разговаривать, все же развею ваш миф о том, что я очень ядовит. На самом деле, нас, Скорпионов, по всему миру есть 1750 различных видов, но только около 50 из них способны убить вас, людей. Я от всех остальных для вас не вреден. А живем мы, вправду, на всех континентах, кроме Антарктиды. Ах, да, наверное, нужно было бы еще рассказать, как я выгляжу. Мы относимся к отряду паукообразных. На первый взгляд может показаться, что мы не вписываемся в группу к паукам и клещам. Брюшко у нас частично сливается с головогрудью. Оно удлиненное и загибается кверху, оканчиваясь острым ядовитым жалом. Кроме восьми ног, у нас имеются еще две пары конечностей, расположенных впереди. Они напоминают клешни. Однако это не ноги, а развившиеся челюстные органы. Ими я и захватываю добычу. При помощи четырех задних пар ног я перемещаюсь по поверхности грунта. Передние мне нужны для захвата добычи в процессе охоты. А первая пара, которая имеет форму клешней, называется хелицеры. Таким образом, у меня все же восемь ног, и тело состоит из двух сегментов. Поэтому я по праву ношу высокое звание паукообразного. Ого, у вас так много глаз! Вы, должно быть, хорошо видите? На самом деле нет. Несмотря на то, что у нас так велико количество глаз, от шести до двенадцати у различных видов, но само зрение не является основным видом чувств. С помощью обоняния мы находим куда больше своих жертв. Но одной из самых важных способностей является способность к ощущению вибраций. А каких вы бываете размеров? О, это тоже зависит от вида. Длина самого миниатюрного из нас не превышает 1,3 см. А гигант отряда, императорский скорпион, достигает 20 см. Наше тело, как и у других членстоногих, защищено прочным хитиновым покровом, что защищает нас от непрошенных гостей. Разве не яд ваше главное оружие? Хотя я и ядовитое существо, но свой яд я использую с экономией. Например, в процессе охоты он вообще редко идет в ход. Если с добычей можно справиться без его впрыскивания, то жало остается незадействованным. Такая бережливость объясняется тем, что на выработку токсичных веществ железами уходит около недели. Даже для отравления жертвы я рассчитываю дозу, исходя из ее размеров и массы тела. Максимальное количество яда получают только агрессоры, угрожающие моей жизни. А на кого вы в основном охотитесь и как это происходит? В мой рацион входят насекомые. Пауки, кузнечики, сверчки. Скорпионы больших размеров иногда охотятся на небольших грузунов и земноводных. Главное мое оружие – хватки и клешни. Для поиска добычи я использую чуткое обоняние и чувствительность к вибрациям грунта. Потреблять пищу мы можем только в жидкой форме, так как у нас внешнее пищеварение. Поэтому наши пищеварительные соки из кишечника выделяются на пищу. И переваренная пища затем всасывается в жидком виде. А вы много едите? Часто ходите на охоту? Ну, во-первых, активны мы только в ночное время суток. И выходим из своих укромных убежищ для охоты после заката солнца. Днем ты сам чувствуешь, что здесь нечего делать. Так жарко. Но покидаем мы свои дома при крайней необходимости. Некоторые наши виды проводят до 97% своей жизни в своих норах, выбирая роль затворника. И все потому, что мы можем больше года обходиться без еды, а пьем только воду, когда очень голодны. Вот это да! Интересный факт. А что еще интересного вы можете рассказать о себе? Ну, например, то, что нам не страшна ядерная война. Я могу выдержать уровень радиации, превышающий во много раз смертельную дозу для других животных и человека. А еще я освечусь под воздействием определенных длин волн ультрафиолетового света. Причина этой флуоресценции то, что она может помогать мне обнаруживать свет. И я вижу других особей в таком свете. Ух ты! Как интересно! Должно быть вы вообще бесстрашный? Нет-нет, что вы! Я предпочитаю никуда не высовываться, так как ужасно боюсь своих врагов, больших пауков, птиц и даже мартышек. И вас, людей, я тоже очень боюсь. Поэтому скорее сбегу, чем буду жалить. А вот мои малыши вообще путешествуют на спине своей матери, аж до первой линьки, потому что во время нее они очень уязвимы. Экзоскелет формируется несколько часов, и в это время на них может кто-то напасть. Хм, вы прямо грозный отшельник. А сколько вы живете? О, мы, долгожители, можем жить от 8 до 20 лет. Еще у нас, кстати, хорошая адаптация к изменениям климатических условий. Поэтому глобальное потепление нам тоже не страшно. Ой, ну все, что-то я уж сильно разговорился. Пора мне уже снова домой. Спасибо вам за рассказ. До свидания и привет малышам. До свидания. Пока-пока. Вот такой он, ребята, этот грозный отшельник. И все же, Андрюша, при встрече со Скорпионом тебе нужно знать, что лучше ему дать просто спокойно уйти. Не дразнить его и не пугать, чтобы не спровоцировать на укус. Да я же не знаю, какой это вид из 1750-ти. Вдруг он ядовит для меня. Да, все верно. Например, палестинский скорпион настолько ядовит, что взрослый человек умирает за 4 часа. Их яд может вызвать нарушение координации движений, выделение слюны, рвоту. Место поражения набухает, краснеет, чешется и болит. Если тебя когда-нибудь все же ужалит скорпион, нужно немедленно обратиться к врачу. А что вам понравилось в скорпионе? Мне нравится, что он не такой страшный на самом деле, каким хочет казаться. Но вот мне нравится то, что он очень замкнутый и прячется в своей норке. Знаешь, Андрюша, мы не должны быть такими. Мы должны всем-всем рассказывать о своем Творце. Ведь он всех создал прекрасно и много для нас сделал. Поэтому Иисус хочет, чтобы мы были дружелюбными и общительными, и чтобы сами выходили навстречу другим людям. Он дал повеление своим ученикам, которое записано в Евангелии от Марка, 16 главе, 15 стихе. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это значит, что если и мы хотим быть учениками Иисуса, то должны подобно скорпионам населить все континенты, но не сидеть в своем доме, как они, а выходить к другим людям и рассказывать им о нашем лучшем друге, Иисусе. Думаю, что у вас это получится, ребята. До свидания и Божьих вам благословений! Не умру я, но буду жить в истине твоей, В тесноте я вас знал, он услышал меня, Покружили и сильно толкнули меня, Но Господь поддержал, он защита моя. Сколько в жизни дорог я прошел не туда, Сколько жизненных дней отняла суетка, Сколько раз убежать я не мог, как гривка, Но Господь меня спас, он спас меня с головок. Вот, кому принадлежит вся жизнь моя, Каждый сгоджий взял мой грех дал расстать себя, Вот, кому принадлежит вся жизнь моя, Каждый ранит твой крик, Люблю я тебя. Не умру я, но буду жить в истине твоей, В тесноте я вас знал, он услышал меня, А окружили и сильно толкнули меня, Но Господь поддержал, он защита моя. Бог, кому принадлежит вся жизнь моя, Каждый сгоджий взял мой грех дал расстать себя, Вот, кому принадлежит вся жизнь моя, Каждый ранит твой крик, Люблю я тебя. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617, Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь, Которая находится по адресу Карер Санте-Усеби 54, Метро 3-я линия, остановка Фонтанна, Или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok